Сейчас мы, конечно же, еще и внимательно следим помимо украинского контрнаступления еще и за предвыборной кампанией в Соединенных Штатах и Штатах Америки. Там расширяется список людей, которые официально выдвинули свою кандидатуру на пост президента. И один из тех, кто пополнил этот список, это бывший вице-президент Майк Пенс. И вот выступил он на телевидении, и так как он будет выдвигаться от Республиканской партии, для наших зрителей напомню, что он составит конкуренцию как раз и Дональду Трампу. И вот, отвечая на вопросы, Пенс открыто поддержал военную помощь Украине, что важно, и раскритиковал Трампа, который называл Путина гением и утверждал, что за сутки остановят войну, посадив Москву и Киев за стол переговоров. И вот, господин Юнус, мы, конечно, очень надеемся, что эта война закончится победой Украины до того, как в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы. Однако, вот как вы анализируете, есть ли уже сейчас кандидаты, которые имеют возможность занять пост президента Соединенных Штатов Америки, чья кандидатура, скажем так, может быть проблемой для поддержки Украины? Еще очень рано на эту тему говорить, потому что в Америке, вот сколько живу здесь более 20 лет, обычно за год начинается вот это. Ваша война, или в первую очередь, конечно, Дональд Трамп и то, что он вот сыграл на опережение, раньше времени стал говорить на эту тему, потому что против него огромное количество судебных процессов, и он хочет здесь сыграть на опережение в плане того, что вот всегда преследует меня, меня преследует за это, за это, то есть я этого сегодня совершал, а обувательно это клюет, и поэтому он раньше времени начал свою предвыборную кампанию. Тем самым сделал так, что и все другие стали в этой тематике подтягиваться, но еще очень и очень рано, включая того же Байдена, очень рано на эту тему говорить. То, что это произойдет через год с лишним, выборы, за год с лишним, знаете, как у нас говорят, или шаг умрет, или под шаг умрет, поэтому тоже рано на эту тему говорить. Если просто исходить так, мои умозаключения, чисто для меня, например, я не демократ и не республиканец, я не голосовал ни за Байдена, ни за Трампа, ни сейчас, ни до этого. Всегда говорил, я последний раз ходил на выборы и голосовал за покойного Джона Маккейна, когда он был вместе с Барак Убамом, соревновались. Я не голосовал за Барак Убама точно так же, я голосовал за Маккейна. Не получилось, жаль. Если бы он был бы, может быть, не было бы и 2014 года. Вот. Но историю не терпит сослагательного наклонения. Да, получилось то, что получилось. И если выбирать между всеми теми, которые сегодня есть на республиканской стороне, например, да, конечно, Майк Пенс более-менее приличный среди них. В первую очередь тем, что он был вице-президентом. Во вторую очередь тем, что он повел себя достойно 6 января. Он не поддался ни Трампу, ни всем остальным, он повел себя как американец. Он повел, потому что это был позор Америки. Не только для республиканцев или демократов, для любого американца это позор. Мы говорим о демократии, о правах человека, о свободе слова. И мы занимаемся анархией на глазах всего мира, чтобы потом вот все эти враги Америки это использовать против той же Америки. А кто сделал этот позор? Дональд Трамп и его сторонники. Пенс это не поддержал. Это тоже в его копилку. То есть вот для меня как на... Плюс сейчас он, видите, говорит, из всех, которые сегодня есть кандидаты, кандидаты подчеркиваю, да, лучше всех на тему поддержки Украины, сказал именно он. Я, например, исхожу из этих интересов. Если кто-то будет говорить правильно в отношении Азербайджана, не потому что я азербайджанец и гражданин Азербайджана. Нет. Если он будет защищать законные права Азербайджана, то есть суверенитет территориальной церкви Азербайджана. Если Азербайджан не прав, не защищайте. Не защищайте. Я не буду сам защищать. Наеду по полной программе. Но я знаю, что Азербайджан прав. И я поэтому так уверенно выхожу в эфир и говорю. И весь мир это подтверждает, да. Карабах – это территория Азербайджана. Кстати, подчеркиваю, не Нагорный Карабах, а Карабах. Сегодня официально юриспруденция. Это называется Карабах. Потому что советские терминологии, давайте оставим там. Степанакерд – это название советского. Это 26 банкист-комиссаров в качестве того бандита, Степана Шаумяна, да, лидера этих 26 банкист-комиссаров. А этот город называется Ханки-Анды, столица Карабаха. Поэтому, то есть, к чему говорю? Да, чтобы быть точнее. Если мы хотим быть точнее, мы должны вещи называть своими именами. Если кто-то будет поддерживать Азербайджан именно в его законном праве, территориальной целости суверенитета, я, конечно, буду агитировать за него. Точно так же, как вы, украинцы, также должны подходить. У вас тоже должен быть свой корыстный интерес. Если кто-то сегодня выступает здесь, в Америке, против Украины, вы должны призывать всю украинскую здесь диаспору, а она у вас довольно солидная, вы должны призывать ее выступать против этого, устраивать митинги и так далее, наезжать по полной программе. Армяне, кстати, в Калифорнии, они точно так же и ведут себя. Тоже они большая диаспора, все. Вот они, Нэнси Пелоси, Менендес, Адам Шиев. Это все калифорнийские демократы, которые работают под дудку армянской вот этой диаспоры. И они, представьте себе, поют в поддержку Армении против Азербайджана. Поэтому их всех мы не перевариваем. В плане того, что вы же американцы, вы должны защищать права, правду, если мы хотим, чтобы вам верили. Поэтому Пенс, по сравнению с теми, я так это образно для чего это параллели права, чтобы вы понимали бы, на каких принципах здесь же самая позиция. Моя позиция, я защищаю принципы. Я не защищаю белых, черных или серо-бурмалиновых. Если Украина была бы не права, я Украину не защищал бы. Если Грузия не права, вопрос Абхазии и Южной Осии, я Грузию не защитал бы. Молдова не права была бы в отношении Принюзии? Я их не защищал бы. Но они же правы. Я Армению не защищаю, наезжаю на них по полной программе, потому что они агрессоры. Они захватили территорию моего родного Азербайджана, Карабах. И еще 7 районов. И 30 лет держали под оккупацией. Вместе с Россией. Они захватили. Да, Россия это все сделала. Наказала Азербайджан. Ну, пришло время, мы это все вернули. А есть огромное количество людей, которые сегодня говорят всякие глупости на эту тему. Кстати, пользуясь случаем, что я в эфире вашего канала, я благодарю Дмитрия Гордона за то, что он вот недавно выступал на одном из азербайджанских каналов и четко показал свою позицию. Вот точно так же сказал касательно территориальной принадлежности Карабаха и своей позиции в отношении этого конфликта. Если все украинские журналисты точно так же поступали бы, было бы неплохо. Это нужно азербайджанскому народу, украинскому народу, потому что ваша территориальная целостность – это наша территориальная целостность. То есть ничем она не отличается, понимаете? Мы должны защищать принципы. Поэтому я защищаю принципы. Если здесь в Америке какой-то кандидат будет защищать принципы, а суверенитет территориальной целостности Украины или суверенитет территориальной целостности Азербайджана – это принципы демократии. Это же не только свобода слова, права человека. Это основа государства. Это его суверенитет, территориальная целостность. Если нет суверенитета, территориальная целостность, о какой демократии мы можем говорить? Никакой демократии не может быть в этой стране. Какая демократия может быть в той же Украине, которая сегодня под оккупацией находится? Вы говорите о том, что Украина должна быть принята в Евросоюзе. Ну как она может быть принята в Евросоюзе или решать какие-то экономические программы, бороться с коррупцией, со всеми другими механизмами, когда у них полномасштабная война по вашей же вине? Разберитесь с этим, помогите. А после этого создайте все условия. А вот после этого требуйте с Украины все то, что нужно для того, чтобы быть членом Евросоюза, например, в этой области. Или быть членом того же НАТО. Вот об этом идет речь. Поэтому надо защищать принципы. И мой подход здесь в Америке точно такой же. Пока рано говорить. Ну из всех республиканцев, которые сегодня достойно повел сюда или хотя бы что-то сказал в отношении той же Украины, это Пенс. Но давайте посмотрим дальше. Еще не вечер. Может быть еще выйдут. Может быть еще Майк Помпео проявится, потому что Майк Помпео тоже как будто имеет президентские амбиции. Демократическое положение в стадии пока Байден. Но я так думаю, Байден конкретно занимается этой войной. И если Байден сделает все для того, чтобы Украина победила, и эта победа окажется до президентских выборов, я не думаю, что кто-то сможет победить его. Потому что это будет уже в состоянии того же больного Рузвельта во время Второй мировой войны, а Рузвельта больного впервые за всю историю Америки четвертый раз даже избрали. Он просто умер уже четвертый раз избранным, и после этого поэтому Гарри Трэмон пришел на этот пост. Но Рузвельта за что избрали? Именно не за то, что он больной. Больной, наоборот, не хотели бы взять. За то, что он именно во время войны повел себя достойно во всех этих моментах. И поэтому я так думаю, если Байден сделает, даже такие, как я, которые за него не голосовали, закрою глаза, скрипя сердце, пойду и за него проголосую. Только если он обеспечит победу Украины. Так что победа Украины – это победа и моего Азербайджана. Да, благодарю вас за вашу поддержку и не только Украины, но и в целом устоев, на которых зиждется наше цивилизованное общество, а именно поддержку, конечно, территориальной целостности государств в международно признанных границах. Давайте двигаться дальше. Уже мы косвенно зацепили тему подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Поговорим о реакциях. Они продолжаются. И вот Владимир Зеленский заявил, что шокирован, именно такое слово он подобрал, шокирован реакцией Организация Объединенных Наций и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. По словам президента Украины, наша страна не получила никакого ответа на запрос о помощи, хотя именно для таких ситуаций, как сказал Владимир Зеленский, были созданы эти организации. Позже уже и ООН, и Красный Крест заявили о том, что какая-то часть их сотрудников находится на территории, которые затоплены. Однако видим абсолютное недовольство, видим еще один аргумент в пользу того, что и Красный Крест, и ООН должны быть реформированы, и об этом уже говорит Владимир Зеленский, не сдерживая слова, используя вот такие термины, как шокирован. Насколько вот действительно реакция от того же ООН, мы все-таки об этой организации говорим в первую очередь, она, ну вот, по вашему мнению, была адекватна, если говорить о последствиях вот этой трагедии, и вот этой теракта, который сотворили оккупанты? Я полностью поддерживаю заявление вашего президента. Ну, он это говорит и правильно делает, что так говорит, для того, чтобы всколыхнуть все общественное мнение на планете. Ну, я как эксперт вам скажу, здесь ничего удивительного нету в том, что он так ведет. До него все генеральные секретари, кто бы там ни был, они также и вели себя в тех или иных ситуациях, потому что эта структура, она так была создана неправильно. Пять стран поставили над законом, которые имеют право в это. Китай, Россия, ну, Советский Союз, Россия, Франция, США и Великобритания. Поэтому все остальные якобы вынуждены жить по закону. Вот им по башке бьют, если ты нарушаешь закон, да. Если нарушаешь, но если ты сукин сын, наш сукин сын, мы тебя не трогаем. Вот по такому принципу они так и жили до 91-го года. После 91-го года, когда противостояние Советским Союзом закончилось, этот старый механизм работать стал. Вот шел по накатанной, пока не уперся в тупик 24 февраля, окончательно остановил. Так он по накатанной шел, все медленно и медленно. Хотя они могли в 91-м году спокойно это решить. Вот как Лигу нации перевели в Организацию Объединенных Наций после Второй мировой войны, когда Ялта была, так и после 91-го года. Тогда можно было делать это легко. А они что сделали? Вот это позорное преступное решение Соединенных Штатов Америки. Тогда был Билл Клинтон, который вот именно этим занимался. То есть это тогда параллельно произошло. Джордж Буш отец был и Билл Клинтон. Они продолжили эту политику. Братания с Москвой, с Ельцином. То есть вот якобы демократ. Из партномеклатуры вышел, и они сделали из него демократ, потому что главное было решить вопросы ядерного оружия на тот момент. Перебазировали с Казахстана, с Украины, с Белоруссии туда. И все. Дали ему наотку все постсоветское пространство. Кровь лилась по постсоветскому пространству. Вот, например, Азербайджан в 1994 году позорный бешкекский протокол подписал из-за Ельцина, из-за его министра обороны Грачева, который заставили азербайджанскому президенту, в лицо сказали, да, это министр Грачев сказал, захлебнете с кровью за то, что мы выгнали российские войска в 1993 году. Азербайджан была первой республикой Советского Союза, которую выгнали за две недели российские войска с территории Азербайджана. Вот за это нас наказали. Именно вот этим Карабахом. Понимаете? В первой Карабахской войне, иначе кто-нибудь поверит о том, что какие-то колхозники там в Карабахе, как вот говорят шахтеры в Донбассе, победили вот такую большую Украину, да. Откуда у них такое современное оружие и все. Они это оружие на поле боя, да, эти шахтеры завоевали. Так же, как эти колхозники. Посмотрите, сколько турков на планете живет. Посмотрите, какое население Азербайджана и какое население в Карабахе и в той же Армении, да. То есть, так понятное дело, что... А вот сегодня, когда вторая Карабахская война произошла, когда у Азербайджана 200-тысячная армия по всем стандартам НАТО и на стороне Азербайджана вторая армия НАТО, ядерный Пакистан и Израиль. И когда Россия не вмешалась, хотя Россия поставляла оружие регулярно все эти 44 дня через Иран туда, но на поле боя Россия не присутствовала. Так же, как и Турция на поле боя не присутствовала. А они что говорят? О, теперь у них на их стороне, представьте, шахтеры, эти колхозники одни остались, армяне тоже якобы там не воевали, а на стороне Азербайджана и Турции, и Пакистан, и Азербайджан, еще какие-то боевики приехали туда, с этими колхозниками воевали. Вот представляете, потому что стыдно признаться, что 30 лет вы не готовили армию, Азербайджан готовился, потому что это наша территория, наша земля, мы пришли ее освобождать. Хозяин вернулся. Вот так же, как вы сегодня возвращаетесь, понимаете? И это... А кто захочет это признать? Они не признают, в России не хотят это признать. И вот когда вот эту аббревиатуру, это все придумывали, о том, что там ДНР, ЛНР, типа Ордло, точно так же они так же придумывали. У нас НКР, там же свои президенты, вот это все абракадабру приходилось нам всем проходить. Поэтому, когда вы меня спрашиваете про организацию объединенных наций, это все, это все, 30 лет происходит. Четыре резолюции в отношении Азербайджана были приняты, вот сразу же, в 92-м, 93-м году, четыре резолюции, и никто их не соблюдал. А кто будет их соблюдать, когда там Россия? Россия уже тогда, Ельцинская Россия, подчеркиваю, не путинская. Понимаете? А что происходило в Грузии, в Абхазии, в Южной Осетии? Ельцинская Россия. Ельцин тогда был, тогда уже не было Горбачеви. При Горбачеве началось. При Горбачеве это все началось. Потому что Горбачев тогда, для того, чтобы удержать, он был слабый, но и с другой стороны, его спецслужбы не поддержали. Поэтому кровь пошла по всему периметру, границам. В Средней Азии, у нас в Азербайджане, это Карабах, это 90-й год, ямварь 90-го года, черный ямварь в городе Баку, генерал Лебедь со своими этим головорезами, 131 человек у нас под танками остались, перестреляли. Мирных жителей Азербайджан. Вот, пойдите в Баку, посмотрите, у нас есть там аллея шахидов. Посмотрите, кто там лежит. И азербайджанцы, и евреи, и русские, мирные граждане, односемейная пара там, просто в свадебном платье вот так. Это все вот авто, а вы ездили, стреляли налево-направо. Вы думаете, у азербайджанского народа память короткая? У нас память не короткая. Мы знаем, кто сделал так, что мы проиграли в Первой Карабахской войне, и кто давил танками мирных жителей в Баку. Мы это никогда не забудем. Поэтому азербайджанский народ сегодня полностью вас и поддерживает. Потому что у нас историческая память есть. И мы знаем сегодня, кто, какие игры играет у нас на Кавказе. Это я так, образно, к чему веду? К тому, что ООН, да, вы меня спрашиваете про ООН. Поэтому не работает это. И такие претензии есть у молдаван, такие претензии есть и у Грузии. Понимаете? И такие претензии сегодня есть у вас. Потому что вы сегодня под раздачу попали. И вы желаете от них что-то. Не удивляйтесь. От них не надо ждать ничего. Это организация импотентов. Она не может что-то сделать. Ее надо будет менять. Чтобы поменять, вам нужно будет победить в этой войне. А вы победите, и ООН поменяется. И НАТО будет другим. И Евросоюз будет другим. И ОБСЕ будет другим. И вообще механизм новый будет другой. И без Украины ни одна структура политическая, экономическая, будь то евразийское пространство, оно не про... Потому что посмотрите на географию, где вы находитесь. И далеко не просто так сегодня вас так сильно вкладывается. И в первую очередь американцы, Великобритания, то есть англосаксы, и Евросоюз точно так же. И Китай заинтересован в этом, потому что кто владеет евразийским пространством, тот владеет всем. И Первая мировая война здесь была. И Вторая мировая точно так же. Вся проблема в этой Евроазии, в логистике. Ваша география, это ваша судьба. И никто ее у вас отнять не мог. Поэтому и хотят владеть этой территорией. Все хотели владеть этой территорией. И исторически. Но, слава богу, сегодня времена уже другие. Поэтому так сильно болезненно на это не реагируют. Другого они делают... Они и завтра будут так же продолжать повторять вот этот маразм. И Небензия там будет сидеть и это делать. Единственное, что надо сидеть на этой территории и ему отвечать так, как отвечает и слиться. То есть не надо оставлять пуском эту территорию. И не только Организацию Объединенных Наций. И Ближний Восток, и Африку, и Латинскую Америку, и Китайское направление. Везде надо работать. Везде надо работать. И если сегодня 140 стран на вашей стороне в ООН, а эти 30-40 где-то пока осторожничают, надо сделать так, чтобы эти 30-40 дрейфовали тех и тех в ту сторону. А эти 5-6 стран, которые там уже изгои, они и есть изгои. Они вместе с той же Россией исчезнут с политической карты мира. И там тоже произойдут определенные эти процессы. Все будет зависеть от того, как американцы с Китаем договорятся о будущем мироустройстве. Но в любом случае это еще процесс, это еще идет там, но и без вас это не обойдется. Поэтому работайте, ну просто знайте цену, да? Знайте цену вот такого типа структуры. И мы точно так же знали, и мы продолжаем знать эту структуру. Ну и дальше что? Мы разве... Вы приняли резолюцию? Вы ее не выполняете. Правильно? Организация... Мы сами ее выполнили. Мы сами заставили эту резолюцию работать. Каким образом? Своими солдатами, своими героями, своей кровью. Вот мы это... И мы сейчас завершаем этот процесс. Там 5% осталось. И мы его завершим. Вы видите, какие процессы там идут уже в Карабахе. И мы его завершим. А вы еще нам поможете своей победой. Однозначно. Поэтому вот я с вами с первого дня войны и до конца, до вашей победы, буду с вами в окопе. Можете не сомневаться. Благодарю вас.